Всем привет, вы находитесь на канале ZEV, а с вами как всегда Александр. Сегодня мы поговорим о самых важных моментах в Red Dead Online. Я постараюсь дать всем, кто только начинает играть в эту замечательную игру, несколько советов, которые упростят вам жизнь на Диком Западе, а вот старичков попрошу внимательно посмотреть ролик и дополнить мои слова дополнительными советами в комментариях. А также, друзья, сегодня я расскажу о розыгрыше на нашем канале, в котором я разыграю игровой предмет, так что смотрим ролик внимательно. Устраивайтесь поудобнее, обязательно поддержите канал подписка, ведя ролик лайком, переходим к нашим советам для новичков в RDO. Если вы только купили RDO и еще только планируете запуск игры, то советую вам не проходить вступление. Да, многие скажут, что там познается сюжет, но там миссии не особо связаны с самой историей, а лишь вводят в курс дела, так сказать. Показывая, какой мир открывается перед игроками. Так вот, пропустив вступление, у вас появится купон на бесплатную лошадь, и вот тут самая выгода. Вы сможете забрать топовую лошадку абсолютно бесплатно и сэкономить до 1200 долларов RDO, что очень круто. Следующий совет будет для тех, кто думает покупать RDR2 в обычном издании или ультимейт. Конечно, если вы думаете покупать только RDO, то подумайте еще раз, ведь сюжетная часть игры очень шедевральная, и в ней также можно проводить время часами. Так вот, по поводу ультимейт издания, именно по нему даются плюшки для онлайн режима, его не стоит брать. Вы можете взять специальное издание, где у вас плюшки для сюжетной части, а вот в самом полном издании вы получите лишь выгоду в долларах RDO. По предзаказу Rockstar конечно давали 50 золотых слитков, но сейчас такой щедрости нет. Вы лишь получите лошадь, хотя вы уже знаете как ее получить бесплатно, также набор оружия, но как я и сказал, на первых миссиях вы спокойно поиграете и со стоковым оружием, а также пару костюмов, которые как я понял можно будет купить, и тут смысл от покупки ультимейт издания просто теряется. Следующий совет это выполнение дейликов, а ниже ежедневное задание. Всегда хотя бы один дейлик, но выполняйте, это поможет вам постоянно собирать золотые слитки. Да, выплаты не такие крупные как раньше, но я всегда говорю, что дейлики это фундамент по заработку золотых слитков. Плюс многие дейлики выполняются очень быстро, посмотреть все ежедневное задание можно в меню игрока. Также хочу сразу вам сказать, что всех животных или траву вы сможете посмотреть на интерактивной карте или на сайтах с подробным размещением животного или травы. Ведь дейликов с таким взаимодействием будет много, выполнять их всегда хочется быстро. Дейлик по убийствам взрывчатки лучше выполняйте с разрывными патронами, так его сделать будет легче. Если нужна лодка, то найти ее можно возле Блэк Уотера или Роудса. Есть еще интересный дейлик спрыгнуть на лошадь с трех метров, тут в игре, видимо, что-то напутали, поэтому можно это сделать и с невысоких зданий. Я, к примеру, всегда это делаю с крыши хижины самогонщика, которая располагается чуть выше станции Мераль. Если у вас задание сразу при отряде, то это вам нужны игроки в вашем отряде и запускается такая активность из меню взаимодействия отряда. По дейликам не стесняйтесь и задавайте вопросы, ибо если говорить о всех заданиях и как их выполнить, этот ролик затянется минут на 30. По достижению 35 уровня самой важной покупкой будет покупка седла Накадочес, но фишка седла не в самом седле, а то, что к его топовым характеристикам еще можно докинуть закрытые стремена и получить просто топовую лошадь, даже если она таковой не была до седла. Многие напишут про Аплэнд и его топовость, но мы с вами замеры делали и видели, что с Аплэндом лошадь выдыхается через 5 минут, а вот с Накадочесом могла продержаться все 30. Чистота оружия – залог успешного прохождения миссии или хорошей игры в пвп режимах, так что оружие чистим постоянно и контролируем загрязнения, а еще на оружие надевайте обмотку, так как обмотка замедляет износ оружия, что очень круто, да и поставить ее всегда можно. Было небольшое удивление, когда узнал за обмотку и в то же время приятно удивлен. Если вы играете на ПК и хотите получать больше опыта, то советую вам отключить помощь в прицеливании, так выполняя зачистку вражеского лагеря с большим скоплением врагов, вы сможете с легкостью прокачать пару уровней своего персонажа, да и на ПК можно спокойно играть и без помощи в прицеливании. Всегда обыскивайте ваших поверженных врагов, ведь вы сможете у них найти много полезного, а также карты сокровищ, а вот они принесут вам и золото и доллары РДО. А еще не стоит копить много карт, так как дубликат карты той, что у вас на руках, просто исчезнет и вы останетесь ни с чем, а точнее с теми картами, что у вас есть и только. Также при поиске сокровищ обращайте внимание на вибрацию геймпада или осматривайте местность через бинокль. Сюда же можно отнести и сбор трав, ведь крафт тут очень разнообразно и если вы начнете крафтить все, а не покупать, то игра станет еще интереснее, поэтому траву не пропускайте, собирайте все. И к слову, если вам нужна крупная дичь, именно с такого мяса и делается отличное блюдо, которое форсирует ваши статусы здоровья, выносливость и меткого глаза, в общем самое простое это лаграс и освежевывание аллигаторов. С крупного аллигатора сразу может упасть несколько кусков дичи. Следующее, что хочется посоветовать новичкам РДО, это правильно фармить золотые слитки, а именно на заданиях. Тут могут быть задания как незнакомцев, кровавые деньги или задания по поимке опасных преступников. Так вот, в таких заданиях самое главное выдерживать тайминги. Как все это делать делать есть в отдельном ролике по фарму золота, ссылка в описании к видеоролику. И я не назвал режим к оружию, так как там на прохождение всех 10 волн потребуется больше 30 минут, поэтому с золотом точно проблем не будет в этом режиме. Теперь немного отойдем от темы советов для новичков в Red Dead Online, и я вам расскажу про розыгрыш на канале. А именно я решил разыграть новенький геймпад от Xbox, а именно геймпад третьей ревизии, с практически бесшумной крестовиной и кабелем в комплекте. По Bluetooth также можно его подсоединять, но и кабель будет не лишним. Я его не использовал, так что он новый, условия крайне простые оставить комментарий к данному ролику, почему именно вам нужен данный геймпад, ведь если вам он не нужен, то по комментарию я пойму это сразу. Плюс друзья, так как я буду его отправлять доставкой, то вы должны быть из России, правда если вы знаете как к вам быстро отправить такую посылку, то можете принимать участие. Это если вы вдруг с другой страны, а вот все кто из РФ можете не волноваться, сделаем все в лучшем виде. Всем удачи друзья и жду ваших комментариев, ах да, чуть не забыл. Розыгрыш сделаем 5 октября, это вторник и будем проводить стрим по РДО и качать четвертый этап абонемента. Следующий совет будет касаться размещения лагеря для охоты, ведь вы часто спрашиваете где лучше ставить лагерь и тут ответ прост. Самое сбалансированное место это внутренние земли, там много живности и много открытой местности, что упрощает передвижение на охотничьи повозки, плюс ко всему прочему во внутренних землях очень много полезной растительности. Тут вам и душица и мята, в общем не только мясо нафармите, но и приправы для профитной готовки, поэтому лагерь размещайте во внутренних землях. И последний на сегодня совет будет связан с картами способностей, а именно подбирайте карты с умом под ваш стиль игры. По ссылкам в описании вы найдете билд на максимальный урон, на максимальную защиту, а если любите стрелять из снайперского прицела в пвп режимах, то есть читерский билд для снайпера. В общем карты способности советую изучать и подбирать для себя оптимальные сеты, это облегчит вам выживание на диком западе. На этом все друзья, но это не все советы и если вы хотите услышать еще 10 советов по выживанию в Red Dead Online, то обязательно ставьте побольше лайков, подписывайтесь на канал и пишите об этом в комментариях. Надеюсь ролик вам понравился, а новичкам был полезен. От гуру этой игры жду ваших советов для новичков. Топ-10 попадут в следующий видеоролик. Новый видеоролик уже готовится и совсем скоро выйдет на канале. Не прощаюсь!